В общем, мне нужно узнать по транспорту, во сколько у вас ходит транспорт, именно тот, чтобы я мог на коляске сесть и доехать. Это номер маршрута и откуда запутал выходить меня. Я хочу поехать от Волжской, от остановки Волжской, в сторону центра до центрального рынка. Почти как заказать такси. Инвалид-колясочник Виктор Пушкин разговаривает по телефону с диспетчером. Девушка сообщает, в 10 часов автобус с низкой площадкой прибудет на нужную Виктору остановку. Водитель выдвигает пандус, чтобы можно было заехать на коляске, а прохожие помогают преодолеть подъем. Так как я учусь в Санкт-Петербурге, там таких автобусов много. И я могу спокойно от общежития доехать до своего вуза на автобусе без каких-то проблем. Я подъезжаю к остановке, сажусь и доезжаю сразу до своего места. По Иркутску сейчас курсирует 81 муниципальный автобус с низкой платформой. Транспорт распределен по всем городским маршрутам. Техника была закуплена на средства городского бюджета. В основном ждут автобуса с широкой площадкой, женщины с колясками или с негабаритным грузом. Люди ожидают, дожидаются и уже усаживаются потом. Инвалиды достаточно редко. Звонки поступают диспетчеру, а затем передаются в Иркутск Автотранс. Такая работа была налажена после подписания трехстороннего соглашения между администрацией города, муниципальным перевозчиком и региональным отделением общества инвалидов. Соответственно, Иркутск Автотранс сообщает информацию о том, в каком месте находится нужный автобус. И, значит, инвалид или человек, который относится к маломобильной группе, он к данному времени на остановочный пункт подходит, и водителя четкие указания, что он должен делать в этом случае. Сейчас в городской администрации рассматривается вопрос о создании дополнительной социальной службы. С ее введением люди с ограниченными возможностями смогут бесплатно заказать спецавтомобиль прямо к дому. Даниил Рудаев, Константин Синицын. Новости сейчас.